Сегодня мы с вами поговорим о кислоте и кислотности в вине, разберем ситуацию, когда вино кислое, а когда оно скисает, и также ответим на вопрос, для чего вино кислота, а виноделу PH. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Ну и для начала немножко теории. Теперь разберем, какие кислоты присутствуют в вине и какие виды кислотности бывают. Итак, в вине присутствует на самом деле много кислот, но основных можно выделить 3, может быть 4. Первая кислота – это яблочная кислота. Больше всего яблочной кислоты будет в недозревшей ягоде. Яблочная кислота – это та кислота, которую мы ощущаем такой пекучей, кусючей, в недозревшей ягоде и в молодом вине. Вторая кислота – это винная. Это самая важная и самая нужная нам кислота. И вот вина с хорошим нормальным содержанием винной кислоты, они не обязательно кислые. И когда говорят, о, вино кислотное, это не значит, что оно кислое. Кислотное вино – это вино с таким богатым вкусом. И когда вы его глотаете, то во рту такое очень хорошее, обильное слюноотделение. И вот эту самую винную кислоту мы часто ощущаем именно не как кислоту, а мы можем ее ощущать как терпкость. Вот еще раз, обильное слюноотделение. Но кислого вкуса для нас кислого не будет меньше. Ну, про уксусную кислоту, наверное, и говорить не стоит. Да, здесь все понятно. Уксусная кислота, она неприятная. На вкус она тоже будет жгучая, пекучая. В том числе горло будет печь. И запах. Уксусную кислоту не спутать ни с чем. И когда вы спрашиваете, а мое вино испортилось, самое простое, что вы можете сделать – это понюхать. Ну, я думаю, что уксус все из вас когда-либо нюхали и знают, как он пахнет. Четвертая кислота – это кислота молочная. Про нее мало говорят, потому что вот эта яблочная, которая у нас была жгучая, пекучая, если мы дадим вину время, она превратится в более мягкую молочную и сделает вино по вкусу гармоничным. Теперь переходим к кислотностям. Значит, кислотность бывает тетруемая. Это содержание кислот в граммах на литр. Это может быть, ну, в основном, конечно, в виноградной ягоде, опять же повторюсь, у нас содержится яблочная кислота и винная. Уксусная кислота у нас может потом образоваться, если мы что-то сделаем не так. Поэтому в основном это яблочная и винная. И вот тетруемая кислотность – это содержание кислот, в граммах на литр. Следующая кислотность – это так называемая активная кислотность, либо PH. Я не буду рассказывать, как это рассчитывается, нам логарифмы, тра-та-та-та-та, силы ионов водорода. Как бы это можно и не знать. Важно знать, что такой показатель есть, и он для виноделок очень и очень важный. И третья кислотность – это летучая кислотность. Вот та самая уксусная кислота, она у нас летучая, она дает запах. И летучая кислотность – это высокое содержание этих самых летучих кислот. Там вине считается не только уксусная, считается ацетальдегид, но это всякие ацетоновые, уксусные запахи, вот эта летучая кислотность. А теперь поговорим, для чего нам нужны вообще кислоты в вине. Дело в том, что кислота – это основа вкуса. Если вы возьмете и почитаете составы, на самом деле, очень многих продуктов, в том числе и сладких, то очень много где вы встретите регулятор кислотности. Смотрите, березовый сок, когда закатывают, в него же не только сахар добавляют, в него добавляют лимонную кислоту. Зачем? Мы же любим сладенькое. Если мы в березовый сок добавим просто сахар, то будет какой-то безвкусный сироп. А чтобы было вкусненько, добавляют лимоночки. Самый простой ответ на вопрос – кислота – это основа вкуса. Без нее вино будет плоским, оно будет безжизненным, оно будет невкусным, неприятным и пресным. И хоть вы туда убахаете, я не знаю, тонну сахара, но вы получите сахарный сироп. Не более. Поэтому кислота вину нужна. Разумеется, она там должна быть в нужных пределах. И, понимаете, вино – это такой уникальный продукт, который делает себя сам. Если у нас нормально созревшая ягода, то больше ничего с ней делать не нужно. Вот природа как-то так задумала процессы, что там все происходит само. Есть у нас избыток яблочной кислоты. Да. Есть для этого бактерии, которые перерабатывают эту кислоту в более мягкую молочную. Опять же, у нас вино становится нормальным, вкусным, приятным. Та же винная кислота. Если ее слишком много, она связывается с онами калия, выпадает в осадок в виде винного камня. То есть, понимаете, в вине уже природой, создателем предусмотрены процессы гармонизации этой кислоты, этих кислот. То есть, там уже абсолютно все предусмотрено. И, конечно, бывают случаи, когда нам надо немножко вмешиваться. Случаи какие? Когда вот у нас что-то немножко недозрело, что-то чуть-чуть пошло не так. И то, кроме добавления воды, у винодела есть масса инструментов для того, чтобы работать с кислотой. И вот тут я хотела бы подчеркнуть, что корректировка любых показателей соуса, будь то сахар или кислота, это исключение, а не правило. И мы делаем эти корректировки только в какие-то неблагоприятные годы. Если у вас ежегодно проблемы с кислотой, с уследнием, в ягоде, значит, вы что-то делаете не так. Значит, у вас неправильно подобран сорт для вашего ребенка. Значит, вы не ухаживаете за лозами, не нормируете. И вот результат. И когда я слышу, что у нас, кроме Изабеллы, ничего не растет, у вас, кроме Изабеллы, ничего не растет только потому, что вы не выращиваете. На сегодняшний день доступ к сортам свободный. И количество сортов огромное. Практически для любых регионов. И с разными сроками созревания. Поэтому зачем мучиться? А то получается, как мыши плакали, кололись, визжали как-то. Зачем мучиться? Если можно просто посадить другой сорт, дать им немножко ухода, и все, вину вырастет у вас на винограднике. И любые вмешательства, если они понадобятся, то это будут исключения только в очень неблагоприятные годы. Важно не мешать. И тут я немножечко коснусь другого момента. Я во многих роликах уже это рассказывала. Ну, почему я часто повторяю тему? Потому что сыпятся одни и те же вопросы. Да, и я понимаю, что там, значит, было непонятно. Надо как-то объяснить еще по-другому. Так вот, дрожжи тоже уникальные микроорганизмы. И им комфортно работать при определенных условиях. Если кислоты слишком много, им некомфортно. Нам некомфортно, что-то надо делать. И они эту кислоту начинают перерабатывать до комфортных им условий. Соответственно, они снижают кислоту в вине. А если кислоты мало, дрожжи такие говорят, не, нам опять же, нам некомфортно. И начинают кислоту вырабатывать. Не ту, которая нам нужна, а уксусную. И опять же, что мы получаем? Неприятные запахи, летучую кислотность и все остальное. Теперь касаемо кислотности, вообще что виноделу контролировать, да, и как понимать, нормально, ненормально, кислый, не кислый и так далее. Значит, для винодела самый важный показатель – это PH. Конечно, ситроемая кислотность, грамм на литр, она как бы интересна. Но она не настолько важна для всего процесса, как PH-фактор. PH-фактор влияет на процессы, происходящие в вине. Во-первых, он влияет на скорость процессов. Если PH слишком низкий, брожение будет медленно, оно в конце концов пройдет и завершится. Но оно будет идти медленно. Если PH слишком высокий, тут смотрите, что важно понимать. Если PH низкий, это значит, кислоты много. Если PH высокий, значит, кислоты мало. Так вот, если кислоты мало, если PH высокий, то в вине начинают размножаться различные неприятные микроорганизмы, в том числе уксусные бактерии, в том числе еще там много-много на самом деле есть всяких зверушек, которые там могут нам подпортить жизнь. Поэтому вот этот PH-фактор, он очень и очень важен. Более того, когда PH ниже, то есть кислота выше, окислительные процессы, опять же, надо понимать, потому что вот некоторые там каких-то отрывочных знаний по химии, что-то у них осталось, то есть уложить их, да, они всегда получаются. Процесс окисления – это присоединение молекул кислорода к какому-либо веществу с изменением его свойств. И окисление в большинстве случаев для вина – это плохо. Ароматические вещества, особенно в мускатах, да, вот если они окисляются, то они становятся другими и могут, например, из приятной розы стать там сосной, да, или вообще чем-то тухленьким. Так вот, чем кислоты выше, чем PH ниже, тем процессы окисления, процессы взаимодействия с кислородом идут медленнее. Поэтому PH нам нужен раз для того, чтобы вот минимизировать окисление, и второе – это для того, чтобы там не плодились плохие микроорганизмы. Пограничная цифра – это 3,5. Свыше 3,5 уже начинают эти самые плохие процессы идти, и плохие микроорганизмы размножаться. Но вы спрашиваете, какие должны быть цифры. Для белых вин где-то 2,9 – 3,1. PH для красных – примерно 3,1 – 3,3. Вот это такие нормальные показатели. Смотрите, в прошлом году, вот я так заметила, что в процессе там брожения, ну и когда вино уже готово, где-то на 0,2 – PH-фактор сдвигается в сторону выше. То есть, условно, если было 3,3, то оно станет 3,5. Мы понимаем, что мы приходим к пограничному значению. Теперь, чем измерять и что влияет на этот самый PH? Больше всего на PH-фактор влияет именно винная кислота. Яблочная – меньше. То есть, именно винная кислота – вот это самая основная и самая важная для нас кислота. Измеряется PH специальным прибором, PH-метром. Они могут быть очень разные и очень разные по стоимости. Где-то я слышала, кто-то говорил, что можно мерить лакмусовой бумажкой. Мерить можно, но это вам абсолютно ничего не даст, потому что значение, вот я вам называла, да, 3,1 – 3,3. То есть, понимаем, десятые доли, там, 1,2. И ни одна лакмусовая бумажка, даже просто потому, что вот при печати цвет искажается, когда мы сравним с образцом, да, как изменился цвет, так вот ни одна лакмусовая бумажка вам не покажет точных значений. Ну, разве что, может, какие-то там совсем лабораторные, которые, ну, для каких-то очень лабораторных исследований, так еще пойди найди их. Значит, PH-метр. Тоже вы спрашиваете, какой покупать? Понимаете, тут как бы сложно сказать. Вот если бы у меня их было десяток, да, разной ценовой категории, я бы каждый попробовала, сказала, вот этот классный, вот этот не очень, да, а еще лучше там какая-нибудь лаборатория, которая бы сравнила все эти показания, ну, тогда я бы могла вам сказать, вот этот там берите за 50 долларов или за 100, он классный, а вот этот за 10 не берите. Но я не могу себе позволить дорогие приборы, поэтому я пользуюсь вот таким обычным, он там стоит, наверное, порядка, может, 7 долларов. Ну, поскольку с разных стран люди нас смотрят, да, то я говорю цену как бы во всем понятных условных единицах. То есть вот такой вот недорогой прибор, смотрите, они бывают с ручной регулировкой, вот мой с ручной. Здесь, когда мне надо калибровать, я ставлю отверточку. А может быть, еще здесь кнопочки, они примерно одинаковые ценовой категории, то есть регулируются кнопочками. Самое важное при использовании вот таких ПАШ-метров, это то, что, смотрите, вот у них там внутри, вот здесь, стеклянный электродик. И этот стеклянный электрод, он может пересыхать. Изначально они там в каком-то растворчике поставляются, то есть изначально ПАШ-метр работает нормально, вы его калибруете. В комплекте идут калибровочные растворы. И смотрите, они опять же бывают разной точности. Вот этот ПАШ-метр, тут одна цифра после нуля, после единицы, да, то есть тут только десятые. Есть, которые две цифры. После запятой. Я забываю школьную программу, мне позволительно. Есть две цифры после запятой. И когда две цифры после запятой, там калибруются, по-моему, по двум точкам, то есть по двум буферным растворам. Здесь калибруется по одному. И смотрите, есть буферный раствор 6,86. Паш, есть буферный раствор 4,01. Я думаю, что понимаете, что если у вас одна цифра после запятой, то лучше калибровать по 4,01. Потому что там, допустим, 6,86, вы калибруете до 6, 6,8, 6,9, и у вас 0,04 погрешность может быть. Если вы калибруете по 4,01, то получается, что у вас погрешность только вот эта одна сотая. То есть более точное показание. Дальше. Касаемо хранения. Значит, надо, чтобы электрод был во влажной среде. Есть специальные растворы для смачивания электродов, для хранения. Но их еще опять же надо где-то искать. Можно взять буферный раствор, вот на котором вы калибруете PH-метр. И я просто, например, салфеточку или влажный ватный диск смачиваю. Вот у меня тут. Вот так вот перекладываю. Ну, я не показываю близко, это же все понятно. Просто вот сюда положила, чтобы там была влажная среда, колпачком накрыла. Важно! Ну, вы понимаете, что как бы оно там лежит, тоже какие-то, может, микробы размножаются, поэтому перед использованием налили дистиллированной водички в стаканчик, хорошенько прополоснули в PH-метр и то же самое. Все измерили, прополоснули в дистиллированной водичке, потом в буферный раствор окунули и уже закрыли, сложили. Тогда PH-метр будет у вас работать долго. Если же вы как бы этого не делаете, он хранится в сухой среде, то электрод начинает пересыхать и потом он начинает считать обо что. Ну, можно, конечно, выкинуть и купить новый, да, потому что вот эти вот не так дорого стоят, но это, кстати, принцип работы всех PH-метров. Те, которые со стеклянным электродом. Вроде как есть с металлическим электродом, но, честно, мне не попадалось на глаза то, что доступно по цене. Но, повторю, что вот такими можно пользоваться, да, важно правильно их эксплуатировать. И на всякий случай, я поскольку, ну, оборудование китайское, мало ли там что, перед каждым измерением, я еще раз калибру в буферном растворе. То есть буферный раствор, вот пакетик, который у вас идет в комплекте, их потом отдельно можно докупать, они стоят копейки. Развели в дистиллированной воде, там, по-моему, 250 мл. Я потом этот буферный раствор закрываю в баночку и при комнатной температуре он у меня пару месяцев стоит. Конечно, там может что-то немножко нарушаться, но когда у нас сезон, он не такой длинный, и можно с этим работать уже через пару месяцев, тогда сделать новый буферный раствор, чтобы он был более точным. Все окунула, проверила, если надо, подкрутила до нужной цифры и пользуюсь. Опять же, для чего нам нужно знать, собственно говоря, этот паш? Я вам сказала, что есть определенное его влияние на процессы, вообще на многие, на яблочно-молочное брожение. Но мы сейчас не вдаемся в эти подробности. Вообще виноделие – это очень большая и объемная наука. И там очень-очень много нюансов. И когда кто-то говорит, что ты там нам долго рассказываешь, ребят, ну, если вам это не надо, все, вам это не надо, вы можете готовить по бабушкиным рецептам и счастливо с этим жить. Но повторю еще раз, что виноделие – это широко-обширная наука, и там есть очень много нюансов, которые ни в 20, ни в 30 минут, даже в 3 часа не уложишь по каждой отдельной теме. Но для чего нам это важно? Первое. Если у нас, мы померили ПАЖ низкий. Помните, что я говорила? Низкий ПАЖ – сусло долго бродит. Поэтому, если у вас долго-долго-долго бродит ваше сусло вино, оставьте его в покое. Не надо беспокоиться, что вот у соседа отбродилось за 3 дня, а у меня бродит полгода. Значит, ему так надо бродить, значит, в вашем сусле сложились такие условия. И вы изначально, видя, что ПАЖ очень низкий, и что у вас кислоты очень много, вы понимаете, что процесс будет долгий, поэтому набираемся терпения и ждем. Можно ли его повысить, надо ли раскислять? В принципе, раскислять, опять же, можно. Есть специальный раскислитель, все это можно добавлять и этот показатель корректировать. Всегда ли это нужно? На самом деле не всегда. Но, опять же, допустим, у вас есть несколько сусел, и вы видите, что в одном ПАЖ низкий, в другом нормальный, либо высокий, вы можете спокойно их смешать, да, и получить нужную вам цель, нужный вам результат. Если ПАЖ слишком высокий, то это больше склонны сусла к окислению. Особенно это критично для светлых вин, светлых сусел. Особенно это критично для высокоароматных. Вин для высокоароматных сусел, например, мускатов. Ну и помним, что чем выше ПАЖ, тем больше там могут размножаться нехорошие микроорганизмы. Соответственно, если вы увидели на припоре ПАЖ выше 3,5, вы уже понимаете, что с таким суслом надо аккуратно обращаться. То есть максимальная чистота, если это светлая ягода, значит, мы работаем с низкими температурами, значит, мы переливки, снятие с осадков тоже стараемся делать на холоде, с минимальным контактом кислорода и так далее. Мы максимально используем чистую посуду. Ну, понимаете, можно ничего не делать, да, но при этом быть аккуратным, следить за герметичностью пробок и затворов и всё-всё остальное, чтобы у вас не было в дальнейшем проблем. Они, конечно, могут появиться, никто здесь не застрахован, но вы можете хотя бы немножко, ну, даже как бы не вмешиваясь грубо в ваше сусло, да, немножко его защитить. Второй вариант. Если у нас слишком высокая цифра, опять же, те, кто использует серу, те, кто считают, что нужно использовать серу, те, кто услышал, что там без серы нельзя, так вот, серо, опять же, вносится в зависимости от pH. Не потому, что там сосед сказал, там, вноси вот такую-то цифру, а вносится именно в зависимости от pH. Ну, понятно, что чем он выше, да, тем внесение серы будет больше, опять же. Почему? Потому что серо-антиокислитель, влияние pH на процесс окисления я вам уже назвала. Ну, смотрите, конечно же, если у нас pH высокий, вот если он там где-то около трех с половиной, в принципе, это может на вкусе не сказаться. pH не всегда коррелирует с кислым вкусом. Вкус, вина вообще строится не на одном каком-то показателе, а на всех, на ароматике, на тонинах, на спирте, на кислотности. То есть есть несколько параметров, которые между собой взаимодействуют, и в зависимости от того, как они между собой взаимодействуют, мы ощущаем тот или иной вкус. Но, тем не менее, если pH высокий, кислоты мало, то вино в какой-то момент может казаться плоским, пресным. И как раз-таки кислоты там может не хватать. Игристые зигири бы прошлого сезона, вот мне там катастрофически не хватало кислоты. Все классно, оно ароматненькое, такое леденцовое, а кислоты не хватает. Вот была бы там кислота, поймите, вот правильная кислота, она свежесть дает. А так оно такое, вяленькое и дрябленькое. Вроде ароматное, но вяленькое. А было бы там вот чуть-чуть этой кислоты, она бы не ощущалась, как кислота. Но она бы давала свежесть, хрустящесть. Опять же, если вы хотите развиваться в виноделии, слушайте винных экспертов, всяких винных критиков, в сомелье, слушайте, как они описывают вина, как они про них рассказывают. Хрустящее вино, я не могла понять, что такое хрустящее вино, пока я не попробовала. В вине хорошая кислотность, и ты понимаешь, да, оно хрустящее. Ассоциации, когда яблоко свежее, такое сочно, откусываешь, и оно такое вот сочно, оно хрустит, да, можно кушать такое вяленькое, пресненькое, оно вроде шладенькое, но кроме шладенького там больше ничего нет. Я стараюсь вам объяснить, для чего все это нужно. То есть, может быть, может так не казаться, потому что, опять же, повторю, взаимодействие различных веществ, но в большинстве с вами, если уже там ближе к 4, берем пааж, то вино, скорее всего, будет таким плосковатым и пресноватым. Как пааж корректируется в таком случае, если он слишком высокий? Ну, идеальный вариант всегда это добавлять кого-то кисленького. Например, этот сезон, вот он такой проблемный, да, у многих ягод, у многих сусил пааж высокий. Но, поскольку у нас большая коллекция, у нас были товарищи с хорошим пааж, мы смешивали, то есть, в принципе, этот сезон, я смотрела параметры сусла, у этого высоко, у этого пааж низковато, давай их вместе смешаем, вот мы получим то, что нам надо. То есть, вот такой может быть вариант. Можно добавлять винную кислоту. Еще, можно корректировать пааж лимонной кислотой, но литература этого делать не рекомендует. Почему? Потому что лимонная кислота, ее могут кушать какие-то микроорганизмы. Как говорят, она биологически нестабильна, поэтому она может сделать нам гадость и испортить наше вино и рекомендует подкислять винной кислотой. Если я не ошибаюсь, то 1 грамм на литр у нас снижает пааж на 0,1. показатель. Но снижать больше, чем на 0,2 и добавлять больше, чем 2 грамма на литр винной кислоты не рекомендуется. То есть, тут тоже есть нюансы, которые нужно учитывать. Ну, вот в этом сезоне где-то грамм полтора на литр в некоторые сусла мы добавляли, потому что вот это вот теплая погода, жара. Ну, я понимаю, что мне кислоты потом будет не хватать. Я хочу свежее, вкусное вино, и поэтому в этом сезоне вот нам пришлось корректировать этот показатель. Наиболее это актуально будет, конечно же, для более южных регионов, для более северных. У них, как правило, с кислотой проблем не бывает, точнее, бывает наоборот. Важно, важно, чтобы вы понимали, что кислота все-таки нужна, и просто так без причины от нее избавляться не нужно. То смотрите, вообще, для чего я вам все это рассказываю. Конечно, вы можете ничего не измерять и ни о чем не беспокоиться. И вам вполне может вести, у вас всегда будет хороший результат, ну, когда-то может не повезти. Но, чем больше мы знаем, чем больше информации мы обладаем, тем к более предсказуемому результату мы можем прийти. Надо вам это или не надо? Это уже ваш личный выбор. И последний вопрос, который мы разберем на сегодня, вопрос, который я очень часто от вас получаю, и то, что я анонсировала вначале, значит, стандартная ситуация, вино побродило, может, еще бродит, может, уже не бродит, я его пробую, оно кислое. Оно испортилось, оно скисло? Смотрите, самый простой ответ на этот вопрос. Когда вы берете лимон и пробуете, лимон какой по вкусу? Кислый. Скажите мне, он скис? Нет. Давайте отличать. Если вино скисло, вот когда он скисает, значит, там появляется уксусная кислота. И вы по запаху если у вас не заложен нос очень сильно, вы это отличите. Во всех остальных случаях кислое вино это норма. Особенно для вина молодого. Что у нас в виноградной ягоде? Есть сахар, есть кислота. И мы кислоту можем ощущать, легкую кислинку в ягоде, а можем и не ощущать как раз таки потому, что она замаскирована сахаром. Что у нас происходит во время брожения? Сахар перерабатывается в спирт, а кислота остается. И это абсолютно нормальный процесс, который такой и должен быть. Но напоминаю еще раз, я уже говорила в ролике, что кислоты во время брожения, во время формирования вина претерпевают определенные изменения. Когда вы пробуете вот такое молодое вино, оно у вас еще молоденькое совсем. Вот чиночек родился, у него глазки еще не открылись, ушек практически нету и на лапках он не стоит. Он что, уродец? Да он не уродец. Через два месяца это будет уже такой нормальный песик, а году будет большая красивая хорошая собака. Ровно так же и с вином. Вот вы пробуете этого щеночка, он у вас такой вот еще не слаженный и не сложенный и это нормально. дайте вино время и кислота придет в норму. Резкое яблочное превратится в молочную, избыток винной кислоты выпадет в осадок и все будет хорошо. А уже потом, потом, где-нибудь хотя бы к весне, если вы пробуете и понимаете, что нет, все-таки для вас кисло, вот тогда опять же мы нюхаем, чтобы у нас был нормальный запах, если мы чувствуем запахи а-ля какие-то уксусные, вот там оно скисло или скисает и это плохо. А если просто, ну вы понимаете, что для вас оно кисло, такое бывает, то вот тогда вы корректируете эту кислоту специальными раскислителями. Они продаются в любом специализированном магазине, интернет-доставки сейчас тоже очень доступны, поэтому все это можно приобрести, можно попробовать. То есть все это можно откорректировать. Кроме того, кислый вкус вина корректируется правильным подбором еды. Вообще вино это тот напиток, который сопровождает еду. И не вино закусывают, а вином эту самую еду запивают. Опять же, ну посмотрите в интернете много роликов о том, как взаимодействует вино и еда. И подобрав правильную пару, можно изменить вино практически до неузнаваемости. Когда оно из кисленького, вдруг становится прям сладеньким. Вобла и кисловатое вино прям идеальное сочетание. Можете попробовать. Соленые мяски типа полиндвичек, типа беконов, это тоже очень классное сочетание. Да, я уже углубилась, это отдельная тема. Но тем не менее, это тоже работает и работает классно. Поэтому прежде чем досыпать сахар, вы просто возьмите и попробуйте. Для вас может открыться удивительный мир, и вы потом будете с ужасом вспоминать, что я раньше там сахар сыпал, мне раньше кисло было, оказывается, может быть, по-другому. Еще последний нюанс, который я вам хотела сегодня сказать. Вот если нету никаких приборов, там мы не шибко чего-то понимаем, на что ориентироваться, на что опираться. смотрите, когда вы измеряете сахар в ягоде, и вот он там примерно 17-18 при и вы совсем не чувствуете кислоты, то вот там с кислотой будут проблемы. Если у вас сахар 20 и выше, и вы кислоты не чувствуете, то в принципе вполне может быть нормально. Если сахар 24-25 и вы чувствуете кислинку, то там кислота повышена. Но повторю еще раз, что в процессе брожения там все приходит в норму и все будет хорошо. Кроме того, есть несколько способов понижения кислоты и про раскислитель я вам сегодня сказала, но есть и другие способы, есть отдельный ролик по этому поводу, ссылку под видео я вам оставлю. Надеюсь, вам было полезно и интересно, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Щу», будет ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч!